Всех приветствую моих подписчиков, случайно заброшенный канал. Всех приветствую. О чем хочу сегодня поговорить? Я хочу поговорить о принципах инвестирования. Простые принципы для начинающих инвесторов. Ребята, диверсификация, то есть имеем не менее 12-15 имитентов в портфеле. Распределяем денежные средства равномерно по этим имитентам. 15 имитентов, 12-15, можно 17. Я думаю, что будет самое оптимальное, это где-то 15 имитентов. Второе. Покупаем только то, что платит дивиденды. Это я так поступаю. Все, что приносит дивиденды. Только эта акция перестает, если объективных причин нет, не платить предприятию, то от этой акции безжалостно избавляемся. Всегда инвестиция должна приносить доход. Поэтому эти два принципа надо соблюдать. Третий принцип. Не покупать предприятия, которые находятся в глубоких долгах. Классический пример МТС. Они должны, они очень много должны, они платят дивиденды в долг. Покупаем только устойчивые предприятия. Газпром, Газпромнефть, Лукоил, Роснефть, ИТД, ИТП, Ростелеком и прочие. Сбербанк. Так, вот такие принципы. То есть, покупаем только то, что платят дивиденды. Формируем диверсифицированный портфель. Хотя бы из 15-12 эмитентов. И покупаем те предприятия, которые не имеют долгов. То есть, устойчивые. Ребята, хочу у вас немножко предостеречь. Я думаю, что где-то к следующему году разразится кризис мировой. И наступит рецессия. То есть, не только у нас в России, но, грубо говоря, по всему миру. Потому что у нас подходит, так сказать, система к кризису. Ну, то, что сейчас у нас наблюдается, это просто выход иностранцев. С нашей биржи был. Там заблокировка. Поэтому акции упали. Чистая геополитика. В следующем году, наверное, накатится у нас мировой кризис. И вероятно, что акции будут падать. Поэтому, ребята, если вы начинаете инвестировать, начинайте потихоньку делать небольшие инвестиции. И собирать себе кубушечку. Чтобы на эти деньги закупиться, вероятно, вероятно, что такое будет. Это не факт. Закупиться по более низким ценам акциями. Сейчас формируем портфель потихоньку, полигонечку. Делаем, так сказать, маркерные закупочки. Формируем портфель. Изучаем фондовый рынок. Читаем книги. Арсагеры. Заметки в инвестировании. Самый богатый человек в Абилоне. Это базовые книги, которые помогут вам разобраться в инвестировании. Всем всего хорошего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова